роман приветствую вас добрый день ну что мы не общались в течение нескольких недель у вас несколько двух да у вас была очень важная процедура вы делали прививку и что как вы себя чувствовали после после 1 после 1 великолепно после 2 вот поэтому мы не встречались поднялась температура но это нормальный процесс хуже было если все прошло более гладко я так понимаю так понятно что отреагировал организм все нормально но это всего лишь там один день у меня был но это пределах но ну то что было 38 39 почти 39 ну там пару таблеток я сначала думал по простоте душевной что-то сначала прочитал эту памятку ну в первый раз мне казалось что когда только выше 39 на все дело хорошо жена пустилась я говорю ну ку памятку принеси посмотрим она говорит да там после 38 уже надо таблетки пить ну все тогда давай ну все сутки нормально потом проконсультировался с нашим врачом эдуард николаевич он говорит у нас тоже у него по крайней мере сутки тоже был так а вы что уходили в обычную районную поликлинику вы вызывали конечно никого не вызывал но это в памятке написано что это нормально если это не имею дуло для для прививки что вы что вы записали как все не я думал нужно вы знаменитость какую-то веб-перевивку делали а там у всех прививка одна как вы выбираете спутник делал и вы не боитесь побычных действий а их уже нет какие могут быть побычные действия ну просто разные говорят по мужскому здоровью могут быть проблемы у меня уже не грозит даже если это и есть это мне я не помню спутника это или нет это только на если детям делается 16-20 у них могут быть и то это не доказано а что такое вам уже вам уже не грозит и у меня дети есть каким но еще не старые там функция не там только на деторождение как это это не доказано но будем надеяться что все будет хорошо тем это последних дней о чем важно поговорить вы бы вы тоже я смотрю на эту тему высказываете всякие устройства футбола вот что как вы смотрите на суперлину пока я думаю что это неосуществимо даже если они это сделают понимаю что и фифа его по жестко отреагирует и я не думаю что футболисты пойдут на почему в принципе их и не спрашивали ну да но если у вас всех турнирах выгонят что вы будете играть один раз в неделю это это не проработанные варианты так я так понимаю просто не закинули мы там сделали не календаря ничего там проработанная идея так понимаю нет просто для того чтобы наверно пока больше повоевать с уэфа и выбить с них больше денег но при том тот же банк который спонсирует а почему мне зайти спонсором уэфа тоже те же самые деньги но потому что зачем им прокладка в лицо уэфа но мы же понимаем что клубы хотят просто больше больше зарабатывать а уэфа это как посредник они этим где за счет чего не будет больше заработать но ты выгонит со всех турниров почему выгонит а кто сказал что телевидение прям так заинтересована в этой суперлине я не слышу хоть один канал сказал ну да там есть один бродкастер сильный который американский это же америка и кто он сказал что там прямо настолько интересное в европе но вот все вы слышали хоть одно позитивное мнение от болельщиков от футболистов от функционеров я ни одного не слышу кроме но есть выше обозначены 12 остальные все категорически против даже футболисты которые играют в этих командах этого горячка не говоря уже о болельщик допустим в англии мне версии это вообще не интересно суперлига почему интересно ну потому что у них больше такого ускульное представление о футболе им важно там выезды там в лиц конь там еще ездит а вот 17 лет у них не было не там праздник был когда лиц лучше все поехали в лице манчестер свое derby да но они там вроде как в этой суперлиги но все равно людям интересно внутренние чемпионаты больше чем этой но с другой стороны я посмотрел вот недавно было интервью ашавина на пирском телевидении тот говорит о том что вот хорошо бы вот такой проект мать россия белоруссия казахстан мы понятно что это наш больше такое постсоветское все у нас было чемпионат ссср да а у них это все-таки уже вековая практический история и всем интересно больше мне кажется внутренний чемпион это нам интересно лига чемпионов хорошо у нас не очень сильный внутренний чемпион допустим первой шестерки у них внутренние чемпионаты достаточно интересные и сильные вот поэтому и наверное больше интересного внутренние переносы но и в лиге чемпионов как средство зарабатывания денег вам не нравится то о чем говорит ашавин вот это его идея я просто не вижу ну что украина с нами не будет а сейчас взаимодействовать больше команд сильных нет мы чемпионат белоруссии в том году лицезрели слава богу можно какую-то команду от взятие чемпионат россии барты ну последнее место вы лицей в следующем году же вылезти деда уверенно при этом я не вижу там команд который нам что-то дали украинские команды да но они сейчас на мини как остального армения я думаю даже во второй либо если вы возьмете там посильнее команды из того что я слышу кто еще ну как то вы когда играли футбол в зените вы еле или баты обыграли в чемпионах я помню если вообще мы их обыграли я вам обыграли по моему 1-0 по моему 2-0 на выезде 1-1 дома самое главное что мы их обыграли или или из двух матчей но это из двух матч играли бы они у нас весь чемпионат бы даже та команда бы внизу в лучшем случае было казахстан мы же выиграем с ними на сборах я ни разу не слышу что будет один раз сыграть на сборе это одно провести гладкий чемпионат это немного другое но нет у них пока такого уровня который бы соответствовал даже нашей пример ли вам не кажется что вот эта вся история когда идет негатив негатив это просто уефа держится за тот мир порядок который есть чем он не устраивает вы вы тогда не увидите наши клубы это для для нас это вообще минус абсолютно суперлига конечно вы на наш команду вы уже там не увидите никогда в жизни чем будете довольствовать второстепенным турниром как-то точке более правильно есть гибролига улепа есть там какая-то лига чемпионов эту лигу чемпионов тот смотрит практически нет все внимание стира точно на евролигу или если это произойдет каким причинам все будут условно смотреть это кто будет смотреть я не я не знаю ну евролигу 12 клуб хоть будет смотреть а дальше ну и зрительский интерес каких-то других там будет прикова будет ли такой такой интерес к этой вот условной лиги чемпионов где наш канал но примерно такой вот как сейчас у нас мы как мы относимся я не знаю почему лиги европы снисходительный тип на чем мы там будем играть в эту турнир ну да нет я мы там ничего не добились ну да и получаем там вот уже от ферен-суарша и лилдогорца приступать до приступать перерыв на кофе как вы смотрите теперь российскому чемпионата вернемся на всю эту историю с сухиной по поводу матча лока спартака заход судейскую ну а что там вопросы решили а зачем туда заходить не знаю зачем по старой памяти может артиста тянет на сцену ну видимо да я не знаю зачем это протокол но сейчас вроде электронные честно говоря не знаю но не думаю что вопросы решать перед матем какие-то ну вы понимаете вот этот запрет тогда который введен чтобы не посещали вообще никто судейского тогда если там вопросы не решали если он введен то нужно тогда более не избирательно когда всех карать я так понимаю даже вы писали или только вы писали что это все заходят да ну просто в кубке можно заходить а в чемпионате у нас вообще разные да у нас разные организации проводят и кубок чемпионата поэтому у одних одни правила другие другие ну да вы не видите в этом ничего страшного думаю сейчас уже нет то что сухина зашел нет если есть какой-то коррупционная составляющая у нас есть дим будет но дим ты булыкин порядке но он все выявит особенно по матчу сочи-оренбург он выявил уже а я было ну просто он был красив на мой взгляд как фигуристы знаете катаются то есть бесконтактный футбол был произвольная программа произвольная программа да этим что-то было он выявил ну то есть мы мы должны верить 100 процентов просто я у него спросил про матч уфа ахмат он говорит я тебе ничего не скажу но я бы слабо представляю что он был такой все возможно конечно на 0 3 устраивать от чем тогда там условно ахмат химки 40 тоже не сдать почему нет такой логики почему нет вам нравится пирожная картошка вы сладкоежка такой да могло быть лучше не буду вас уменьшать а вот с вами поделюсь мнение не я просто я просто а вы по лишнему весу никак не не страдали с карьеры последнее время как но это там генетика нормально как говорил виталий конечно а что он говорил по поводу видать по генетике меня все время подкалывал почему у меня после травмы небольшой вес был он где-то это увидел я вернусь к этой истории то есть я правильно понимаю вот вы считаете что тему раздули из посещения сухими раздела я думаю да ну мы вообще внимание очень много удивляем ненужным вещам про футбол не говорится как говорится про сухину как он ходил как будто он повлиял каким-то образом на результат результат выходит делать футболисты на поле если они плохо играли результат для спартака был клача на команд который претендует на то чтобы бороться за чемпион не имеют права проводить две последние игры так как провели они нужно я уже много раз делал нужно покопаться в себе наверно они все время апеллировать судейским ошибкам и так далее да возможно там и была судейская ошибка я вот например я по моему мнению то что было с пабло чистейшая рука я не я не то что я не знаю сами судьи не знаю как сейчас трактовать эти руки ну это вообще туда катастрофа для чего мы должны ну да не но они же реально не понимают когда есть рука когда не сейчас говорит это предплечье но как это пазуха пазуха ну поэтому и расхождение такие раньше вы прижаты не прижаты ну и вопрос отставлена вы сейчас не понимаете когда пинаете какая-то точка опоры еще есть оказывается потом но я уже много раз говорил когда ты останавливаешь мяч и он от этого падает в руку на этот технический брак твой это уже ошибка у них отчитается нет по и нужно еще поощрить им можно все руками . для меня непонятно ну здесь мне даже очевидный руку поднялся у меня слетит ворот он прерывает полет мяча если ползай второй эпизод мочилок спорта на не было но больше нет чем на ваш для то что сейчас происходит с судьями вообще судейством это главная проблема нашего чемпионата главная проблема нашего чемпионата уровень игры не нужно оттолкнуть но естественно и судейски нужно подтягивать то что сейчас происходит с вилковым как вы на это смотрите ну честно говоря он не никогда не нравился это что он устроил в последнем матче на этаже для с перебор но я не знаю стоит ли у пожизненно отстранить может сказать хотя если он здесь не может когда он опыт может передать другим я думаю вряд ли такой негативный он здесь не может судить значит он просто не умеет это делать раз за разом попадается какие-то истории поэтому наверно постранить еще мягко вот тогда не допускать надо что там где-то уже пойдет наверно кого-то учить как садить не дай бог все такие курсы создаст мы потом получим старых вилках или белкового порядка а никогда не нравился почему наш он плохо судит ну очень последний матч что это такое было просто интересно за что он желтый качал человек я ну никаких предпосылок не сказать что он там был ангажирован кем-то или так далее нос отсудил он безобразно и ключевые моменты все против ростова прошу ростов сам проиграл в первые 10 минут даже потом он в принципе был забил вернулся в игру ну и такую желтую карточку поэтому вторую показывает по меньшей мере странно а пенальти но это вообще тихий ужас если а это и 2 там тогда нужен дискликции который сидел и не видит что там еще не было конечно почему его никак не коснули санкции тоже вопрос но мы опять к тому что судейство про игру я думаю что лучше про игру говорить у нас весь год говорится о чем угодно только не об игре какие-то там или или говорится об игре но только вскользь почему так надо может быть потому что игра слишком интересная игра понятно что не слишком интересная но все равно нужно акцентировать наверно больше на ней искать какие-то причины почему она не очень интересно а не только говорить о судействе и кто когда зашел судейского не первопричина того что играют плохо явно или гвоздики сейчас все там высаживают что-то все там гвоздика это сказал газицев а спартак высадил он фиалки до высадили на другая тема я про локомотив хотел у вас тогда был про футбол в чем на ваш гад секрет успеха нынешней команды или ведь пока везет везет но роман удивили играли подряд так и бывает а что есть не неплохие качественные футболисты и где-то повезло хоть один мастера сочи из двух можно считать что они воды я считаю что и тот и другой сочи играл лучше не реализовали свои моменты первые мастер ска можно сказать что они играли лучше не первые первые таймы еще как-то на там на эмоциях для 2 на церковь переиграл просто не забил с кем еще с уфой увидели матч но минимум ничейные но они забили гол там крыхлой взорвался последний матч с раствором что они лучше играть домашнимать но реализовали то что есть это все хорошо для них и здорово для болельщиков да вот но а сейчас вот допустим следующих 3 они могут скатиться на пятое место могут так могут взять всего два или три очка максимум но в последующие три игры точно они там будут играют раки статике следующая игра у них там болом и вряд ли скатиться кто сказал что там бог прям так взял и вы запускаете что там бог может подобрать очки у локомотива почему нет не пойдет а вот кто говорил что уфа может отобрать них очки они уперлись нам дома и все иди попробуй скрой и при там еще имели на момент впереди не забили здесь тоже самое но здравия шоу и роман звери москей подряд но не на следующем очи них сыскала ну цельско на кубоке да вдруг не выигрывает настроение не очень потом там был он не пойдет что будет дальше потом не флакомотива и какой зенитри не ошибаюсь может быть очки могут 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 потом опять какой-то там сильный матч динамо динамо и заканчивает тоже кем-то ну заканчивать лёж и не могу что вполне реально что могут потерять и остальные выиграют там все друг другом теряет здесь 1 очка в очку они по большому счету и там через три тура они будут 5 что будете говорить тогда и я броню панчо вам не нравится это не не говорил что мне тренер николич на тебя говорил что пока локомотив выигрывает за счет везения но это тоже нужно заслужить об этом тоже много раз говорю не количество мне нравится что дает много времени молодым ребятами они неплохо себя проявляют тоже позицию же маледина нашел другую но наверное команд который претендует на падание в лип чемпионов там или ну за борьбу за чемпионство громко горит немного по-другому должна была играть или или должна играть они ни в одном из матчей не имеет какого-то преимущества но такая тактика возможно но она ни к чему не приведет тоже европе плюс не от нее не будет маша не дальнейшем как поменять и пока пока им везет и это хорошо для меня но и то же время я же хорошо что много ребят молодых играет это что знали бы вы мухина допустим дальше и жемелединов там допустим может играть на позицию на такущую ну точнее он играл на позицию атакующего игрока но здесь его в центре ну интересно тот же куликов играет там этого рюкчинского на я так понимаю остро атакующий крайний был сейчас защитим в обороне другое дело как он ну сразу как но он возит все грязь и играет в обороне но я думаю это не совсем его нападение может быть он больше раскрылся но с покрайней мере он играет на набирается опыта для него тоже хорошо много хайпа вокруг мухина чем он сильный он тот футболист я пост первом чем еще грязь у нас понравился непонятно цену сборную молодежь на него зато в национальной хороший объем потом не боится в вступать единоборство и передачи костями вперед отдает старается себя вперед тоже дорого у нас просто если опорник то это поперек назад лучшем случае он цель не барин она нельзя оценивать это его только первые полгода это примерно так же курму первые полгода там а у рунафа где он сейчас он травмирован понятно но спартаке не пошло может это уровень его уфа не выше здесь парень бог матерь пока не играет который борется за что-то посмотрим течение года второй сезон более определяет даже даже не второй сезон тоже это будет продолжение по большому счету сезона который раньше был у нас после зимы будет интересно на него посмотреть когда уже к нему попривыкнут он пример лидии пока развивается все нашим грани количного ребят сильнее 3 тренер чем 7 но я не думаю я не думаю что 7 но пока результат хороший даже дам повторил это все минут какой-то там рекорд или уже превзошел не знаю точно ну вот я тоже не могу сразу по крайней мере повторил точно вот эти очень жесткие решения по локомотиву гильермо до 2 игры нейтральное поле сейчас вилков зачехлён после матча лока ростов о чем это говорит ни о чем все в рамках регламента здесь нет или у нас кого-то можно наказывать кого-то нет нет ну просто можно можно было по по-разному повернуть ситуацию там с тем же гильермо я так думаю с тем же нейтральным полем потому что будет об угрозе безопасности там на мой взгляд блин не был там угроза безопасности понимает там не первый раз уже ну да поэтому более жесткое решение принято первый раз на него же не дисклифицировали на трене делали но тогда он и орал сухина на на суде сейчас просто как говорят зашел протокол посмотреть попросить видимо так попросил не на есть когда я такая все действует в рамках регламента ну трудно как придраться вот эти матчика все-таки ну не дмитрий булыкин он теперь по парень стал скромный а вот вы как смотрите сочи зенит ухо ахмат арсенал тамбов тоже замечательный матч был и момент с пенальти который в ворота тамбола когда защитник так вломил по не помечу а по ноге футболисты потом за такой же момент желтую камбе показали они сейчас играешься тамбол 4-0 то же самый момент там тоже пенальти нас не желтых каждый как мы можем назвать вот такие мальчика и красивые тамбола чем но все понятно же там играет люди которые либо не играли в общем пример лиды ли потом сидели на скамейке мастерства у них не хватает плюс они не готовы что ли они участвуют последние три игры можете более-менее провести на это что-то хоть набрали какие-то кондиции могут кому-то потрепать нервы а так то на чем роман что должно произойти в матче сочи зенит чтобы потом не было такого хейта что там должны произойти я так понимаю что сочи должен был выиграть и он был ближе к они не выиграли только благодаря тому что провели вот этот матч с локомотивом когда они в десятерном и вот только за счет этого они в конце не хватило они кстати с не ошибаюсь они все мальчик концовки подсдают они играют там примерно 7 и 75 минут а потом внезап окончаетесь на и этого практически во всех матчах также они обыграли этот краснодар на кубах но краснодар в конце последний 15 минут могут приговорить они 2 0 или 2 1 это джима или 32 счет такое ну-ка но я помню краснодар просто из штрафной не выходил потом с кем-то они играли тоже там в конце и зенит музей понятно что там давит и в конце практически от того же краснодара не додавили они чуть на другом уровне просто зенит они играли достаточно неплохо и велик что что-то вам не понравилось то что они проиграли зенит все проиграли ну то есть мы должны спокойно относиться к залит салют также как все там муфа ахмад тоже все было все бывает российском чисто на чем тогда это почему спартак не сдавал нет почему то есть ахмад сдает а спартак нет им вообще пятерку там а там один этот 18 номер это андрей должен пятерку бы вот благодаря тому что у него высокое исполнительное мастерство в кавычках он этого не сделал как он вот заговорили про фактуру футбольную как вам вид грамма джоева матча личный статный парень а чё так он все время такой вот другую другу в другом изменит не мне он показался похожим на борца широкая кость человек что-то там же на следят за весом и так далее или или за ним не следят мы следят начинаем в таких в той весовой категории который позволяет ему выходить на поле вы поговорили уже чуть-чуть про спартак что на ваш взгляд случилось в двух последних матчах команды что что это было с локомотивом не знаю что у них было последние они сами не знают что произошло ну файк просто переиграл как катком переехал в протест они еще рядом легко устроились на 0 3 с локомотивом наверно подкосил то что они начали пропуститься не рассчитывая на это но естественно ни одна команда не рассчитывая на сразу пропустили но потом какие-то моменты условно для них очевидные для судьи нет когда это можно было перевернуть там с 0 2 пенальти поставить 21 этот локомотив они знаем даже плюс не реализация не скажешь они играли хорошо явно не очень хорошо играет последние два матча с чем на это связано нет русская может быть так повлиял перерыв на матче сборной хотя после него наоборот после такой серии там 4 побед подряд ли побежу подробно вот и последние две там явно очень хорошо провели перед перерывом наоборот как должна была пойти дальше история к сожалению для них оборвалась тайфория которая была относительно первое место она сразу улетучила не но по последнему матчу вот эта история что настолько джеки и соболев влияет на игру команды ну соболев наверно хорош форме я не думаю там это пансон хороший игрок принципе ну так сложилось что у них какой-то спад или мини спад пришелся именно эти матчи жить и они не пропускали что также про ну джеки и пропускали но джеки было четыре победы подряд просто на джеки был пока достаточно жутко и мать его на голове играл да где же там четыре победы подряд ну я имею ввиду что там через его зонт кстати пробежали когда верха на удалить все так ладно в королевстве но вот вот этот момент все-таки в чем причине я пытаюсь понять ну тут ты выходишь на матч против против команды не тоже интересных против команды первой лиги который может скрутиться до первой лиги у тебя решающие не играли такое ощущение что спартак была команда первой лиги уфа да это тоже важный момент но они до этого играли с локомотивом прямой конкурент обыграю в хорошем состоянии тогда они явно не продемонстрировали тех качеств которые могли бы сказать что они сильнее локомотив может быть там более-менее равная игра была на самом локомотив свой момент реализует вы не у вас все хуже футболиста покажите не смогли ну а пошел сказать что это уфа домашний матч то есть уже день рождения было с не ожидать делаете вот такой подарок не очень хорош для болельщик другое дело что не все время с уфа если ошибаюсь очень дома по крайней мере тяжело играли там она их обыгрывала чуть ли не два года в начале к только вышла и там ничьи были то есть только чемпионский сезон не краса них обыграть может быть следующий потому все время как это ну не до такой степени но вот я просто то есть понятие уфу понятна логика да для них матч смерти для спартака игра там за 30 миллионов евро тоже мы почему же ради в лигу чемпиона там до этом домашним могу понять они там на выезде болельщики там это еще уфа там побежала здесь при своих болельщиков день рождения не должны были вынести получается что вынесли как вы смотрите на только играет промису то нынешней ситуации ну на самом тебя ждет больше и болельщики от него но он и может больше сейчас по каким-то причинам не может показывать уровень тоже от команды если команды играет 1 кто лучше вот он на нынешнем отрезка спартаке но если брать 4 вот этих победы и стену злоба лев очень ярко играл начали да трудно отрицать ну ларсон неплохо действует выиграть когда все плохо его не видно но это как раз уровень футболиста значит уже не большом счет не лидер когда хорошо я могу будет сыграть как раз лидер проявляется когда достаточно тяжело команде он как-то себя проявляет забивает и тогда когда все хорошо любой может выйти сыграть ну соответственно получается там ярко выглядел топ-соболев ну а вот на эти сравнения как вы реагируете на соболев дюба нормально еще сравнение корректные сравнивать в чем нерас на данный момент дюба сильнее но это моложе у нее есть все шансы обойтись и превзойти по уровню мастерства играли как дети это слова доминико тадеско вот что вы эти слова вкладываете вот что не до настроек мне тоже не до настроения играет кто как хочет захотел побежал назад там бросили играть при счете там 2-0 а вы же дома играете ничего страшного нет даже если 0-2 один гол может все поменять они назад не бегут естественно там момент за моментом говорю хорошо их прощали сколько их простили другая команда бы реализовала в ответ и еще бы выиграла но они не смогли этого сделать я думаю что больше в этом том что при стечении своей публики не имеете права бросать играть в клубе счет не по составу вы видите глубину потока просто когда выходит там на замену маркетеса фигуритов я думаю просто он дал понять что у нас есть молодежь понимал что уже матч проигран и дал им сыграть понятно что они не соответствуют уровне команде которая идет на игнатов я видел фейнл не выделяется выделяется до выделяется чем ну я вас голами для вас только увидел он там особо не выделяется вам не нравится ну из тех матч которые я видел я их немного видел сразу скажу четыре или пять матчей спартака в этом сезоне не увидел совершенно он тренируется там наверно ведет больше чем это естественно потому что того что я видел вряд ли маркетесов тоже что там выделяется спартаке 2 что они вообще там в конце вроде нет но они до в концовочке выделяется в команде которая идет на последнем месте ну условно может игнатов выделяется поэтому они на последнем месте идет вот эта вот дискуссия постоянная фонсека финт португалица руй виторию сейчас карпин появился как вы смотрите на этот кастинг который идет в применительных спартак нормально смотри должны со мной отбирать посмотреть какой тренинг также реагировать но валер наверно идеально зачем так и почему адаптирован к россии знает потом сам спартак и есть что доказать ему он в принципе и без этого амбициозный товарищ ну а здесь я думаю мотивация сумасшедший на потом он уже это не тот валер который был спартаке а чем уже более моему матерый товарищ намного ну в чем мы будем что все-таки здесь он только начинал какие-то вещи пересмотрел на это очевидно и мне кажется уже три команды сделал просто пришел одна была с ней добился результата оставился там потом перестроили игру взяли других игроков такая команда была которая в еврокубке вышла сейчас с летом опять продали игроков сейчас третья команда и тоже достаточно неплохо играет не до конца может там быстро но понятный футбол который она хочет и столько много игроков внедрились она стиль по большому счету не теряется они стараются играть в футбол не просто бейбе гиби а если из иностранца не знаю фан сека занят же но у фан сека контракт заканчивается сейчас с ромой и вдруг его продлят ну маловероятно но потом они соло тренера еще хотят да ну это говорят что в дед зерби да такой разговор честно говоря дед зерби поинтереснее модный парень ну модный только мы вот одного взяли с двенадцатого места тоже нас другой доверяют молодежи но и я тоже доверяю и валер будет наверно сейчас молодая взяли с двенадцатого места это из какого это с майнца это шварцы шварцы на а вам не нравится шварц мне нравится что много ребята молодых играет составе и они такое футбол достаточно яркий пока динам до этого так и не играла стараются в атаку ну молодцы мне мне нравится динам прессе другое дело что на стабильности пока не хватает виду того что там много молодежи вы имеете в матч на кубок но вообще по сезону что мы 22 но сама за ними интересно интересно что тихонечку от как раз зима прошла какие-то свои идеи уже более четко донес и динамо весной приятное впечатление наварда кто были сильный тренер вот из немцев тадеско или шварц и ну шварц мало работает песка может там полтора сезона ну да пускай хотя бы до зимы доработать как раз тоже будет время понять вот сейчас если можно ли говорить это предварительных итогах работы тдс к спартаке из тех мест которым занимается честно не удовлетворить не думаю что они хотели то что ними но вы имеете явно ни одного трофея ни одного трофея явно он не вышел спартак на другой уровень игры принял но это очевидно и футболистов но не появилось молодых принял как хотели яркие отрезки были понятно это любого тренера яркие отрезки мне кажется негативных чуть больше чем даже яркий тема по его избавили про молодых захаряна очень много украин да очень много шума вокруг захарян это действительно супер талант потому что вы видите потому как сейчас играет да здорово но я беру это нужно смотреть динамики как он дальше будете проявлять к нему привык у нас много ребят очень сильно начинала продолжение не было но он пока выглядит прям очень здорово наверно с каждым матчем вот я говорил то что это не совсем его позиция справа сейчас он больше играет центре и он еще сильнее вылетим до очень большое влияние на игру как в чем у нас от такой вот чем не боится выигрывали это для нас но очень такой бакаев когда только начинал но больше с края действия но даже спартаке когда играл середине первые полгода до травмы там полу или чего нет ну да кавиши после этого он там как-то резко сдал примерно также начинал там и не боится обыгрывать берет на себя и может умную передачу хорошо он не боится с любых позиций бить и не удар и то еще полу в школе было понятно хорош на тюковина но здорово открывается во-первых раз во вторых в отличие от но их как раз у нас если открывается тоже почему не момент много или от него мяч отскакивает пошел в створе ворот все время открывается и даже если он по мячу может не попадать это мне очень хорошо попадает мяч отскакивает все равно створ ворот где много большое скопление своих же игроков они могут забивать там тоже ордис забьет с урал также посмотрим как они дальше ребят достаточно молодые но хорошо что они после там каких-то первых успехов не останавливаться двигаются прогрессирует это это уже ну еще не не поговорили про зенит там же вы не давали оценку вот этому расставанию с рибалтой как вам работа рибалта я не знаю как непонятно какие трансферы он осуществил какие нет секрет какой-то у них все время тот над какими трансферами работал кто не работал я так понимаю больше подсвечивали его неудачные трансферы чем удачные вы что имеете ввиду малкома и маркизио маркизио в основном да там малкома тут трудно оценить наверное должны больше давать оценку или по крайней мере больше рассказать о его работе руководству клуба вам не кажется что он сам как-то толком не рассказывал что происходило ну такой человек малоконтактный как бы если вы хотели не прилетом была вода вода но обычная история ну просто я я не я не понимал то есть однажды я присутствовал на такой видеоконференции она была по моему зуме и он рассказывала оси какие-то работы и минут 20 он рассказывал как он работал там в ювентосе как он хорошие прочее в конце думаю что вообще рассказать совершенно ничего не понятно мне тоже по большому счету я не вижу какой-то стратегии у зенека я уже давно говорил потому что тренеры сам подбираются не под какой-то определенный стиль нравится не нравится также игроки одно время там же было почти мне 40 человек которые вообще разные по стилистике под разных тренеров и он не принес какой какого-то понимания не появился какой-то определенный стиль мы будем соответствовать понятно что зенит хочет нам играть доминировать играть какой-то так уж любом но все равно не всегда это понятно тоже величем томов не может 3 на 1 чемпионов по первое не его на вторые 2 где он точно формировала она не впечатлила но подождите кому там две была лига чемпионов его не 3 вот две лиги 2 2 2 . они не впечатлили но вот сейчас по моей информации говорят о том что зенит в это ближайший летний трансфер на окно будет искать левого центрального защитника это возможно замена ракетскому левого хава по позиции ну понятно левоногого это мостового и нападающего мостового нам не будут менять просто для усиления конкуренции кого иностранца русского русского на этот и русского нет хвича но не русский ну да потом нужен же давно говорят условный плеймейкер шестой восьмой игру но они большую ставку на вендово делать можно его просмотреть пока потом наверно борис насколько слышит тоже хочет уйти да то есть опорник тоже нужен ну разговор такой идет до что могут и валюта зуму наверное уходит зубы сам нужна конкуренция ну или в помощник соответственно там много как дрюси уходит тоже но из-за тех кто есть на российском рынке вот в эти позиции кто может пригодить но мы уже говорили с вами норман свечи 2 отдадут макаров макаров на пока не стал только первый сезон ну потихоньку прогрессирует но я не думаю что это уровень зенита на данный момент есть свои тот же стармин еще есть тот же мостовой поэтому я не думаю что макаров сейчас способен усилить вичи до норман да возможно можно рассмотреть но он уже достаточно возрастной я так понимаю диспута еще 29 но с другой стороны опыт можно ну иностранец я думаю изностранца можно попытаться поискать намного моложе но с другой стороны это адаптирование вот эта тема которую там я смотрю так так футбольные тусовки об этом говорят что утра ракетского могут поменять медленно и прочее я смотрю как а чем ракетских уже ловры на того понятно да что у одного левая нога у второго правого но я смотрю ракетки такой скрытый плеймейкер причем не дает а он и есть да он не дает оба куда он если длинную дает учет не больше каждого это лучший разыгрывающий игру пример ли просто лучше хотя играет на позиции до защиты да с таким качеством уровня пасса у нас ну никого нет сто процентов ира в обороне она настолько критично чтобы я допустим я из из того что я понимаю наверное для лиги чемпионов нужен чуть другой защитник чуть быстрее но для чем от россии для ротации ракетского безусловно а ловра на плюс он даст тем ребятам как у них же есть сорота нету чистим рано судяков чистяков да есть как который сам должен учиться его можно больше задействовать с ним в паре тоже сейчас он играет но понимаешь что он там играет до ошибки его нужно с ним тоже нужно разговаривать тебя если не нужно там показывается какие-то феноменальные качества просто играет то что ты можешь не нужно ничего нужно просто отобрать отдать вас не надо там пытаться делать то что никто не делать то что произошло с малком могут за эти два года когда он в зените позволяет нам говорит о том что это провальный транс или еще нет можно сказать что он пока не оправдывает на не что это я сейчас после травмах совсем плохой эти три игры очень невидные не слышно это он играется старт пока можно сказать только что он не оправдывает на не болит думаете что еще там есть надежда на то что он но надежда такая минимальная еще исходя из того что он часто травмируется даже если он наберет форму перед лиги чемпионов сто процентов сломается на можно прогнозировать любого не выпускать дарить чемпионов втором форме чемпионов сломается вы что умеете даже будет набрана критичный масса усталость и просто на фоне этого опять что-нибудь там подвернет или сломается лишь он долго что просто ну как сказать нами досмотре не досмотрели не посмотрели насколько я слышал все прекрасно знали о том что термотич убрали на свой страх но это имиджевая сделка мне кажется мне даже об этом кто-то говорит не из рукава то или тот же репал то что забрать с барсом сейчас вот и пунктики хотят зайти на я не думаю что он пойдет на ваш датом пути нужно левоногого не но я тогда я то хочу как я говорю то что это что есть то что ищу тогда закроют движение для чистякова абсолютно вряд ли будет двойками меня тогда его нужно куда-то отдавать ну да на ваш взгляд необходим новый вратарь вот сейчас идет разговор о том что про него я не думаю может касались нравится лунёв и киржаков нормальная пара кажется достаточно нормальный как вы смотрите на перемены в потому что ну все таки там назрела эта история и было несколько совершенно безобразных игр когда команда получала 65 поменяли тренера значит во первых работа мусаева тема с краснодаром как смотрите на перемены и как на ваш взгляд отработал мурат мусаев запоминает всегда последний больше на если сказать из последних наверное не очень хорошо но начало было хорошим мы больше там из того что эффектной визны потом мне кажется ну какой-то момент был неплохой у них тоже время с ним связано выход в лип чемпионов вряд ли можно считать первые в истории для что это был плохой результат но в целом я думаю так средне можно было по крайней мере последний год полтора но даже даже если они вышли лип чемпионка команд явно не прогрессирует не так кажется на ваш год выбор главного тренера гончаренко логичен для меня нет для руководства логично почему для вас нелогично почему но я уже стал что и говорил об этом то что чем его команда превосходила команду краснодара примутся ничем они уберут я не вижу чем логик то что что он что он по-русски говорит с ним можно общаться такой логике он сказал что наверно ничего не светит посмотрим какой тренер тогда необходимому спортивному проекту ну вот что нужно было сделать который двинет вперед их ну какой вот на российском улыбке есть так говорил валеру может было попробовать можно было и на сушке вы вы вообще как будто агент валер а других нет надо кто мы уже сколько раз говорит других нету лево не пойдет то что он заняться валеру мог перейти можно было говорить тем более ник там налажен процесс из ростова в краснодар то можно было попробовать плюс он входит то есть философию наверно того что есть тоже такой еще такой футбол либо иностранцы я так понимаю там заточено на импортозамещение пускай пускай пробовать проблем то нет как вы смотрите на то что василий березутки туда переехал ну то есть это что такое признание по факту того что василий не понял назначение олечу я думаю да на данный момент вряд ли кто-то может понять кроме тех людей которые принимали решение подробно о нем никто не рассказывал мы тоже можем только гадать чему назначили олеча не вас хотя нам для для нас очевидно что приоритета у васи но просто поездка как гончаренко который не блистал в цска но пересидка не факт что кто-то вернется в цска думаете не вернуть 8 но если сказать из того как он ушел может могут и не вернуть но он другой страны он же не говорил плохих слов все было так по-доброму естественно в прессе он не будет говорить плохих мне кажется очевидно что и он негативно воспринял информацию о том что означает олеча на ваш взгляд проект краснодара с точки зрения селекции и народа который есть нуждается в переменах серьезных коренных мы об этом говорили просто этого не удастся на них фэр плачивать и вот так взять 6 туда 6 обратно так не получится но в течение там года они могут перестроить ну да можно вырубить и самое главное не терять качество который у них есть стиле и ну и желательно результат который сейчас это прыгается что в стиле примитиве краснодар уже бессмысленно говорю да потому что его нету большому счету непонятного что они играют и последний матч ну там если главный тренер говорит что они час играли хорошо который они три раза дошли до ворот если это то хорошо к чему стремится краснодар тогда ну совсем там все печально вот раньше краснодар с позиции силы даже у себя дома не даже у себя дома исключительно с позиции силы играл даже с зенитом могло получаться могло нет но играл всегда с позиции сил а здесь просто стояли сзади рассчитывая на контратаке две из них получилось то же время если вы ведете 20 кстати там эйфория 22 зенитом так далее а мне кажется что психологически даже с учим просто поражение почему а то что вы видите 20 дома и у нас прибивают в конце в принципе в выигрышном матче мне кажется это намного больше бьет психологически чем если бы они в 2-2 сыграли в другую сторону они бы отыгрались для них бы это эмоциональный заряд был сумасшедший они потом следующий матч могли по-другому провести а здесь мне кажется наоборот еще хуже у вас нет ну я об этом писал я не знаю просто свериться на мой взгляд то что я увидел матчи арсенала краснодар у меня был такой путь что ты смотрел процессов санаторий все очень хорошо там доигрываешь об этом давно бывает у них и есть санаторий у них все хорошо там всех принимают великолепно атмосферу внутри суперские там мы люди которые там обслужив персонал в медперсонал и так далее но там облизывается атмосфера действительно потрясающе но никто не спрашивает друг с другой стороны иногда наверное главный зайдет гаркнет может быть там на 1 на 1 главный вы видите на господин галицкого на одну-две игры кто-то соберется система такого нет тренер наверно не мог спросить по-настоящему раз они там безвольно все начали проигрывать все матчи я не знаю кто там правит в раздевалке разброд и шатание там явно если они уже на поле друг другом чуть не дерутся вот потому что вы играли в коснодаре такое было когда-нибудь когда голецкий приходил и пихать устроил да да после каких матч я только пришел мы там начали неудачно сыграли проиграли уралу дома а потом ребят поехали сыграли в ничью с томском кажется перми и перед спартаком он заходил вот тогда это знаменитые фразы голодных волков прозвучал и второй раз но он не пихал так пытался понять почему проиграли через какой-то мы три игры карты или четыре подряд выиграли спартак еще кого-то там обыграли и проиграли тогда ростов я нам дюба с жану забили 20 дома вот он тоже пришел потом выяснял причину почему мы проверили хотел понять у игроков пытаться понять она и по их точки зрения почему то и что игроки вражные там заряд там не до настроя еще что-то там а он выдвинул версию что мы вы слишком быстро играли условно мы среднем до этого играли что-то там 17 передач в минуту отдавали а здесь 20 из-за этого больше там потерь и когда он сказал что у нас три карте игрока в пятерке по потерям за за весь тур всех чем всех игроков чемпионат в этом туре типа вот он выявил форум что мы еще не можем играть высоких скоростях без потери качества ну точно настолько приходит и говорит там вот у меня данные есть статистика но есть есть там же есть такая правда что есть да и есть точнее его мнение и статистика который подтверждает его кухне тени на самом деле надо интересно послушать ну да вот и так по персонале хотел у вас поспрашивать что произошло с федором смолова но все-таки так стал просто парень боевой в конце чемпионата хорошо это супер да долго ждали на федя ну наверно залечился все болячки плюс наверное скажем так в личной жизни все хорошо спокойно я дополнительно не слежу мотива что это значит в личной жизни что случилось что постоянно девушка невеста и так далее наверно налажен семейный бык который дает спокойствие уверенность так он потихонечку вышел на свой уровень может даже чуть лучше хороший матч проводит забивает это самое главное но там и пашка погребнет резко прибавил 37 38 лет и на евро претендует ваш молодец и я серьезно вышел уровень всегда был хороший другое дело есть качество передачи хороший передачи он всегда завершена вот так вот если говорить о выборе нападающих на евро если и будет три ну как путин часова на маркет кто реально будет дзюба как бы без вариантов любых на данный момент соболев и смолов пока пока ну я думаю вызвать четвертый потом будут выбираем но там в четверку на заболотную но на заболотную ты будешь но пока так если шанс у погибника я вот его волну за мной почему достаточно возрастной потом чтобы претендовать на сборную на чуть другом клубе играть и чуть чаще забивать а в другом клубе ну уже враги ну да к сожалению смотрели сериала ростов накануне не смотрели такой большой шум идет много таких негативных оптиков я ну понял спасибо вам большое